Сосредоточенные взгляды на хмуренные лбы. Кто-то уверенно передвигает фигуры, а кто-то тратит по несколько минут на раздумья. На каждой шахматной доске разворачивались настоящие интеллектуальные баталии. Среди участников этого шашечного турнира можно было встретить как новичков, так и призеров соревнований прошлых лет. В том году 10-я школа стала второй среди всех коллективов города по шашкам, среди учителей. Результаты-то какие-то у нас есть, комбинации. Мы стараемся немножко учить их. Впервые турнир по шашкам среди педагогов нашего города прошел 39 лет назад. Организовал его бывший учитель математики школы номер 10, участник Великой Отечественной войны Александр Сидоров. С тех пор с каждым годом желающих попробовать свои силы в этих соревнованиях становится все больше. Сегодня их проводит профсоюзный комитет департамента образования. Это традиционные соревнования. Они выявляют сильнейших шашистов. И они способствуют тому, что люди интересуются этим видом спорта. Они пытаются заинтересовать детей, потому что у нас в городе очень сильная шашечная школа. В этом году в турнире приняли участие 12 школ в команде по 3 человека. И чтобы турнир не затянулся надолго, организаторам пришлось изменить время, которое дается на партию. В прошлогодние у нас соревнования были в 15 минут на игровое общее время и на одну партию. А сейчас уже решили, потому что 10 минут на эту партию, потому что коллективов очень много. Юрий Анискин принимает участие в шашковом турнире впервые. Для него главное не победа, а возможность повысить свой интеллектуальный уровень, а также пообщаться с коллегами и обзавестись новыми знакомствами. Я считаю, как бы отвлечение от трудовых будней, ну, расслабляет, как бы, своего рода мероприятия такие. Азартная борьба на клетчатых досках шла на протяжении нескольких часов. По итогам турнира победителями стали школа номер 14, вторыми – гимназия номер 2. А бронза досталась педагогам 10-й школы. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.